Яндекс.Переводчик освоил чувашский язык. Теперь все желающие могут переводить слова и фразы с чувашского на 97 языков и обратно. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении. Юлия Важенина изучала программу. Более миллиона человек считают чувашский язык родным. Это данные последней переписи населения. На нем общаются в Татарстане, Башкортостане, в Ульяновской области и, конечно, нашей республике. Для того, чтобы научить машину переводить, нужны параллельные тексты. Одни и те же, но на разных языках. С чувашским возникли сложности, материалов на нем в интернете мало. Помочь команде Яндекса вызвались энтузиасты. Они собрали 250 тысяч одинаковых фраз на русском и чувашском. Имеется много двуязычных изданий. Вот эти издания, они как раз легли в основу подготовки этого проекта. И в фонде национальной библиотеки еще много изданий, которые не оцифрованы. В частности, это работы современных авторов, которые выходили на двух, на трех языках. Вот эта работа у нас продолжается. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отметил, для республики это важный шаг. Приложение поможет сохранить интерес молодых людей к национальному языку. Но переводчик еще нужно доработать. Это уже не без недостатков. Кстати, использовать переводчик можно не только на компьютере. В сентябре прошлого года в приложении Яндекса появился новый режим. Теперь оно может слушать реплики, переводить их, показывать на экране телефона и даже озвучивать собеседнику. Юлия Важенина, Александр Магарин, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика.